Героем его картины может стать абсолютно любой человек. Будь это колоритный интернет-персонаж, бомж Гаврила, или даже президент страны. Правда, их Михаил Рудник в мастерскую не приглашает. Пишет собирательные образы в разных ракурсах и настроениях. Я называю это для себя Путина. Я сделал около 10 портретов. Наш президент и лицо страны. И я хотел его сделать портреты, в том числе и для того, чтобы люди могли оценить то, как я могу передавать портретные сходства. Любимый материал Михаила Масла. Во время работы над картиной особых оттенков не ищет. Его палитра — открытые дерзкие краски и крупные мазки, которыми он, как скульптор, строит объекты на холсте. Художник воспитан на лучших художественных традициях Владимирской школы. В юности попал в студию к известному графику Борису Французову. Потом учился на худграфе Владимирского пединститута. Затем длительный творческий перерыв и возвращение к серьезной живописи. Сейчас Михаил Рудник — член Творческого союза художников России и Международного художественного фонда. Экспозиция избранная, самая масштабная за последнее время. Выставляется почти 70 работ. Он выставляется и на Востоке, и на Ближнем Востоке, в США, в Москве. Но во Владимире он, к сожалению, редко выставляется, поэтому мы решили показать как можно больше. Картины художника хранятся во многих частных коллекциях России, Америки и Европы. Да и сам Михаил любит путешествовать. Бывал на Эльбрусе, в Индии, Китае. Старается подметить самое интересное. Увиденное отражает на холсте и часто называет себя серийным художником, потому что понравившийся мотив отражается сразу на нескольких полотнах. Иногда вместо названия он просто нумерует работы. В своих картинах художник просит не искать социальных или политических подтекстов. Каждый зритель увидит свое. К примеру, однажды Михаила привлекла тема свалок и мусорных полигонов. Ведь они — одно из самых живописных проявлений жизни. Помойка — это же мозаика. Это же тысячи, тысячи цветов. Это палитра бесконечная. И стал я эту тему развивать. Это реальность. Это, с одной стороны, и философия, и безысходность. С другой стороны, все равно это красиво. Даже помойка может быть красивой. Правдиво отраженная реальность — то, что привлекает людей и вызывает эмоции, уверен Михаил. Поэтому в его работах каждый найдет часть себя. Мне очень понравились картины. А мне вообще нравятся яркие картины. Они вдохновляют. На новой выставке работы, написанные за последние два года. Увидеть их можно будет до 26 ноября. А сейчас художник уже ищет новые идеи для творчества. Что это будет, пока и сам не знает. Жизнь подскажет сама. Продолжение следует...